всем привет всем здравствуйте рада вас приветствовать сегодня на прямом эфире у нас будет презентация новая коллекция гириллака я приготовила для вас две композиции для вдохновения и вдохновляться я сегодня буду новым бог привезла из гонконга бог есть есть очень классная реклама макс мары она идеальна в контексте вот этой новой коллекции сейчас поближе покажу выкраску и мы с вами сделаем дизайн и вот прям коллекция я про называть здесь два оттенка кофейные и коричневые и коричневые это прям два оттенка макс мара надо было даже так назвать блин чё раньше такая мысль не пришла я пока эту рекламную кампанию не увидел это свежая рекламная кампания это 2023-24 их текущая осень зима очень красиво немножко необычно потому что обычно у макс мары присутствуют чистые поверхности это кашемир шерсть все это в однотоне девочки за маквин не спрашивайте у меня даже уже декорации все есть у нас на складе все лежит нам поставщик наклейки на упаковку запорол наклейку и теперь мы не можем этот бокс выпустить хотя все есть для него потому что наклейка не пришла еще поэтому я я тут уже и типсы вам показывала рекламировала но вот пока откладывается потому что нет самой наклейки на упаковку так ну дальше продолжаем с вами сейчас я переверну камеру покажу вам коллекцию очень красиво кстати симпатичная коллекция она красива именно в подборке еще цветов между друг другом цвета еще вместе составляет очень красивую необычную цветовую гамму до которой там например самый не додумаешься вот и плюс они сами по себе в отдельности если брать каждую единицу тоже очень красивые цвета с вами фильтр отключен показываю как раз что меня вдохновляло смотрите это новая рекламная компания максмары текущая осень зимы очень красиво вот что необычное то что максмара видите выбрала ткани для брюк для жакетов орнаментальную это конечно ну прям не совсем в контексте максмара они в основном предпочитают прям такую чистейшую классику минимализм и ничего лишнего ну вот такая вот максмара в этот раз мне очень нравится и самое главное очень красивые оттенки и якобы компейн увидела первая ассоциация конечно была вот как раз с новой коллекции которые вам сегодня хотела бы показать вот они оттенки это 63 64 я называю оттенки максмары вот ну вообще в принципе коричневый цвет это прям такой цвет сезона у нас много коричневых оттенках и в самой локомотивной коллекции сейчас я вам напомню вот она коллекция которая основная осень зима у нас здесь есть красивые 429 и 32 тоже 2 коричневых оттенка вот здесь оттенки тоже эмалевые только коричневый чуть светлее вот 432 это прям такой горький горький шоколад прям вот горький а здесь классический такой коричневый прям очень удачный такая прям база база это то что я для вас приготовила мы сделаем один вариант из одной композиции второй вариант из другой композиции но я здесь работала и со стемпингом где-то рисовала где-то шермиконы использовала вот и кстати сделаю вам небольшую презентацию по сочетанию в одежде коричневых и бежевых оттенков вот поэтому дождите здесь у меня есть классная подборка смотрите по коричневым цветам чем они могут дружить но это после мастер-класса так давайте начнем выкраску делать первый оттенок как раз такой цвет максмара 463 как вам моя палитрочка это я сейчас для эми арт и для клуба снимаю много мастер-классов которые к ногтям не имеют никакого отношения и тут по эпоксидной смоле снимала мастер-класс и заодно щетки палитры сделали так вот он очень красивый 463 цвет он не светлый смотрите но и не темный вот прям цвет кофе с молоком но только темнее наверное рассказала теперь коричневый как раз 464 я сейчас быстро сделаю выкраску и будем делать дизайн и дождитесь окончания эфира в конце сделаю вам небольшую презу возможно кого-то это вдохновит пойдете купите себе бежевых и коричневых подборок в одежде и покажу вам с какими цветами еще это гамма классно дружит 464 цвет чем вот камера его чуть-чуть светлит потому что я на темном фоне снимаю вот так наверно более примут в точку сушил эфир конечно сохраню и и выложу концу дня следующий оттенок тоже очень необычный и он очень классно дружит с первым и вторым цветом в том числе это 467 оттенок 6 ложек мало принеси еще ложки смотрите это такой вот пыльный красивый серо-синий а вот увидела такой вот пыльные серо-синий причем знаете вот отдельно когда смотришь на этот цвет он тебе кажется таким каким-то синий серым а когда смотришь рядом с другими оттенками он прям такой синий просто темный эти смотря рядом с чем он находится этот цвет по-разному выглядит предновогодние декорации да конечно еще будут у нас еще не все новогодние декорации вышли так какой еще здесь необычный смотрите какой цвет добавили 466 очень оживляет эту коррекцию вот и в чистом виде будет прикольно если например клиент все-таки вы выберет покрыть этим цветом не в паре а например только один этот цвет как яркий акцент на фоне какого-нибудь нюдового гардероба этот цвет будет очень классно смотреться если например человек одевается вот в такие цвета да только бежевый коричневый черный сделать например вот такие ногти тоже будет классно и например этот же цвет он классно дружит с другими оттенками кофе с молоком и отлично дополняет маникюр следующий яркий цвет акцентный в этой коллекции это конечно же оранжевый оранжевый уже не первый сезон их много в одежде акцентов оранжевых и то же самое например если человек не осмелится купить себе какую-то оранжевую вещь либо оранжевый аксессуар то это можно как раз восполнить оранжевым гель-лаком до сделать однотонное оранжевое покрытие на фоне какого-то total black total nude хороший спокойный оранжевый от не летний оранжевый смотрите он чуть-чуть с пылинкой хотя вот смотришь оранжевый оранжевый такой вот прям мандарин мандариновый цвет красивый очень я с ним дизайн сегодня не делала хотя очень хотелось и вот так даже если мы на выкраску посмотрим видите как хорошо сюда вот тоже взять например раз два три четыре да вот эти два синих не брать даже все 6 взять очень классный маникюр даже со всеми шестью будет 8 коллекция вышла поштучно здесь набора нет это промежуточная коллекция где у меня тут листочек был листочек с названием коллекции не маша вчера здесь так и последний оттенок очень красивый коричнево золотистый медный там такая черно-белая распечатка была 465 вот его еще не выкрашивали вот такой вот видите рыжая медно-коричневый блестящий классный тоже видите даже в один слой очень хорошо ложится несмотря на то что это блестки тоже может быть как самостоятельное покрытие сейчас очень модно например вообще оттенки металла золото и серебра и очень многие голливудские звезды например сейчас предпочитают маникюр просто золотой на длине такой прям приличная длина четверка пятерка я недавно видела показ неделя моды доли в нью-йорке то ли в париже и там показывали шерол стон она была вся одета от dior так интересно рубашка классическая белая очень необычная юбка и маникюр у нее был просто золотой поэтому вот просто золотые ногти такого плана будет очень хорошо смотреться в контексте с любым гардеробом видите даже если человек одет в белую рубашку под леопард да я поэтому видите дизайны которые сегодня хотела вам показать они один орнаментальный прям под макс мару я сделала да вот под этот вариант видите вот а второе вот почему-то захотелось либо леопард либо зебру взять так ну все поехали делать дизайн первый вариант вот очень хотелось сделать когда глянула на вот эту рекламную кампанию это сочетание 463 и 64 если мы посмотрим в контексте одежды это наверное самое популярное сочетание это когда коричневый с коричневым до берется темный коричневый и светло коричневый и когда мы берем например коричневые и оттенки бежевого это одно из самых во первых популярных самых распространенных каждую осень особенно вот если брать русскоязычное население да вот страны снг у нас это направление очень популярна именно оттенки коричневого и нюда вот поэтому не стесняйтесь сочетать в одежде коричневый и беж если брать вот текущий сезон этого года то очень популярные оттенки теплые но в любом случае нужно отталкиваться от цветотипа от того как какой у вас холодный цветотип теплый потому что чаще всего если мы возьмем маникюр все-таки больше подходят оттенки чуть-чуть холоднее если например в одежде теплые они подходят например к теплому цветотипу идеально то к этому же цветотипу не всегда может подойти именно на руках сильно теплый бежевый поэтому очень редко можно встретить сильно теплые бежевые оттенки в основном они все-таки стремятся больше к холодному подтону вот но в этом сезоне в если мы возьмем одежду пользуются популярностью именно теплый подтон у бежевого в сочетании с этим коньячным коричневым опять же коричневый коричневому рознь да и например прям чисто коньячный цвет тоже вон под вопросом и это возможно не всем подойдет именно как маникюр ты за тебя всегда вспоминаю цвет у нас когда-то был как же он назывался сейчас коричневый кто давно с имену напомните мне этот коричневый как же он звался то господи это был жутко модный оттенок в одежде но в маникюре он не зашел я после этого метод таким уроком было я поняла что многие цвета какие бы они популярные не были до например сезона их нужно все равно делать в контексте кожи рук руки вот руки и гардероб наверх во первых в целом ну не всегда это может смотреться красиво один и тот же цвет в одежде и в маникюре вот поэтому если мы возьмем коричневый 464 его нельзя назвать таким знаете прям коньячным чуть-чуть мы его сделали ближе вот к такому традиционному коричневому классическому вот потому что коньячный не все может подойти нет бухашик это был удачный коричневый нет нет как же этот коричневый звался это господи он такой был кирпично коричневый прям вот откровенный такой кирпич и на руках это конечно смотрелось очень странно тогда помню так я сделала два оттенка у нас есть пластина одна из самых старых с орнаментами кто помнит такая здесь есть прям вот идеальный орнамент прям как на кампании катя добрый день скажите вы планируете для стемпинга пластина выпускать узоры на прозрачной основе было бы удобно примерять да я поняла планируем просто удорожает очень сильно себестоимость продукта поэтому видите пока у нас этой прозрачной штучки нету да я поняла тоже хочу так берем вот эту пластину уберем черный чем черный стемпинг гончарная глина спасибо марина сать сашева до гончарная глина до сих пор этот цвет но он реально был очень модный вот не каждая женщина могла конечно решиться на этот цвет вот я тогда поняла что сильно модные оттенки не всегда могут быть поняты обычными женщинами нашими потребителями делают у нас маникюр например я как мастер маникюра например понимаю что это супер модно классно но например клиенты не все могут это понять так отпечатали такой орнамент еще раз напомню это у нас кампейн макс мара очень красиво это как раз текущая осень зима у них офигенно вообще очень красиво почему мелкие узоры не отпечатываться на смотрите у меня сейчас был достаточно мелкий узор очень хорошо отпечатался все зависит девочки от скорости вашей работы к сожалению если вы немножко медлительная где-то чуть-чуть медленнее реагируете там штампик вовремя не приготовили пока нашли возможно забыли очистить пока очистили начали отпечатывать лак он очень моментально схватывается так что здесь здесь я предлагаю сделать рисунок прям сверху отбивки сделать давайте возьмем просто им посту и нарисуем полоски широкие стемпинг я очень люблю эту технику но к ней нужно приноровиться привыкнуть у многих конечно терпячки просто не хватает научиться вот здесь просто нужно еще нужно оценивать материал например вот чувствуете тоже вроде быстро работаете но все равно не получается возможно например лак уже под загустел что нужно сделать разбавить просто есть разбавители для лаков у нас есть разбавитель эми для лаков разбавляете становится более жидкая консистенция у лака и тоже будет быстрее и легче отпечатываться тонкий орнамент что еще может быть штампик может быть например уже убитый ушатанный надо новый купить старайтесь покупать металлической вот в такой штуке они самые лучшие ну вы видели я сейчас все хорошо отпечатала отпечатывается потому что я работаю быстро лак у меня не подсохшие разбавленные что у меня у меня вот такой штампик металлический он очень мягкий классно снимать потому что чуть более твердые они кстати мелкие орнаменты плохо снимают вот штампиков должно быть много смотрите никогда нельзя иметь один штампинг если увлекаетесь темпингом нужно иметь много штампиков вот потому что для каждого рисунка вот но для мелкого точно сто процентов нужен очень мягкий когда ждать новый бокс сыпьте мне соль на рану хотите вам даже покажу вот уже даже декорации есть уже сам бокс пришел типография испортила саму наклейку которая приклеивается и все не можем выпустить потому что нет самой основной наклейки даже уже каталоги маленькие пришли с пошаговыми мастер-классами все пришло для бокса и я три года назад купила 10 штампов и не получалось думала причина в них но после слов кати не давать со всей не давить со всей дури у меня теперь запас штампов на всю жизнь и стемпинг обожаю слушайте но да там кстати насчет давления сейчас еще раз тоже такой момент когда лаком работаете лаком снимать нужно вот такими перекатывающими движениями либо слева направо либо снизу сверх давить не надо кстати если штампик мягкий нормально давить не нужно нет смысла что еще отпечатывать тоже в принципе можно вот как я сейчас перпендикулярно но чаще всего лучше тоже перекатыванием но и движение должно быть там очень много вот этих вот мелких мелких нюансов которые ты начинаешь понимать знаете как вот уже прям со временем прям приноравливаешься нет девочки в европе бокса не будет это только искать кто вам купит например в казахстане в белоруссии либо в россии и передаст посылкой потому что очень плохо декорации продаются в европе но это у нас всегда так было европа в основном у нас хорошо закупает какой-то базовый ассортимент вот и так как объемы недостаточные поэтому там например бокс и редко выпускаются ну я прям поделить и вообще дисперсионную пленку забыла снять хотя обычно наношу теклас наношу теклас и только после этого делаю стемпинг не знаю потому что вот бывает гель-лака обезжиришь вроде все нормально блин ну стемпинг как-то странно ложится лак вот и чтобы не рисковать я всегда наношу теклас ну час не нанесла но в принципе нормально отпечатала почему я сюда черное добавила мы просто если посмотрим да для вдохновения здесь вот эти вот вставки присутствуют виде бантов у модели ремней черной рубашки вот как-то прикольно черный сюда так сушим и вот сейчас можно перекрыть текласом и взять шармикончики так какие нам шармикончики сегодня понадобятся где тут мои любимые отверстия бублики их называют у меня смотрите уже чуть-чуть совсем осталось сразу видно самый ходовой шармикон шармиконы прям девчонки такие классные получились вообще очень удачные коллекция гель-лаков и шармиконы и слайдеры они так вместе с собой все дружат дизайн и получается мне кажется блин за четыре месяца за пять месяцев осень и зимы просто не переделаешь вариантов сколько можно всего сделать смотрите это все новые шармиконы 37 38 39 40 41 42 43 44 36 и 35 тот кто любит оля шанель это тоже в коллекции осенью зимы выпустили 2 шармикончик а вот ну а я сейчас буду работать 238 моя любовь и часто буду сегодня использовать вот эта красота в деталях но вид мира 240 так все наносим поэтому т-классу как мне нужно сделать приклеивание шармикона шармикона вот эти наклейки но по-любому лучше все-таки сделать какую-то поверхность глянцевую в идеале две минуты т-класс потому что это каучуковый топ у него резиновая поверхность и вот именно на эту прорезинную поверхность только после двух минут просушки очень классно отпечатывается приклеиваются вот эти 3d стикеры вот но я сколько раз проверяла когда торопишься одну минуту просушила вроде липкости нет но они так не приклеиваются если т-класс прям пересушить там две три минуты вот прям отлично приклеиваются крылья не поднимают еще раз покажу вот я сейчас показываю один вариант из этой композиции здесь я использовала три оттенка из новой коллекции здесь вот с блёсточками под матовым под глянцевым топом пока он у нас сохнет на я вам сказала не меньше минуты надо давайте сейчас мы поработаем со вторым вариантом 2 композиция мне прям наверное даже больше нравится видите такая веселая я использовала почти все цвета из этой коллекции это то что я говорила в самом начале офигенно дружат все цвета в этой коллекции если вы их запихнуть в один дизайн так ну первым и нанесем кисточкой из флакона второй цвет сюда же пойдет бежевый тоже мне вышла нанесу кисточкой из флакона остальные оттенки мы выложим на палитру как раз такой красивый коричневый золотистый этот синий пыльный и сам коричневый темный этим мы будем отдельной кисточкой наносить сушим так пока они у нас сохнут так давайте снимать их нужно очень осторожно потому что внутри отверстия полы это специально сделано чтобы хорошо приклеивалась ничего не топорщилась но поэтому они очень мягкие нежные на промо когда первый раз снимала я все время их рвала снимайте вот так вот прям нежненько все и только после того как приживили уже можно прям разглаживать хорошо прижимать нужно хорошо разгладить перекрываете уже финишем сверху финиша классно вот эти детали делать объемными уже дополнительно если есть желание и время сушим раз у меня стразики по цвету подходящие есть так и берем джемси клер для объема кто не в курсе джемси клер это гель объемный для 3d деталей без остаточной липкости объемный гель без остаточной липкости все же интересней все сушим покажите палитру смотрите я для эми арта нот кто не знает у нас сейчас есть новый проект это мой проект там девочки проходят только курсы по дизайну мы там раз в месяц мини курсы по дизайну записываем прямые эфиры творческие там виду и у меня там раз в месяц идет еще мастер-класс я делаю по декоративно прикладному искусству там я картины пишу разными техниками последний раз вчера по моему открылся курс для девочек в клубе называется эпоксидная смола я пока работала с эпоксидной смолой параллельно сделала еще у тебя вот такие две штуки для палитры ведь цветочков очень мало специально положила чтобы была пустая поверхность поэтому кто девочки из клуба обязательно посмотрите можно будет потом вот такие палитры делать сами эти палитры я не показывала этом подносики такие под косметику показывала как делать вот но по такому же аналогу просто формы покупаются вот этих штук и можно сделать палитры прикольный все слушай так а здесь смотрите как сделаем здесь мы сейчас сделаем стемпинг а потом оставшиеся цвета уже после стемпинга нанесем слушай и ушная палочка есть там у девочек можешь спросить так слушай это в клубе до клубе слушай галя подай смотри там игрушки новогодний подносик такой сейчас сейчас кстати можно отвлекусь такая небольшая рекламная а это вот с цветочками да это подносик я называю да это нити и игрушки новогодние да это кто в клубе смотрите вчера в 16 00 вам на платформе открыли очередной урок в ноябре я для вас приготовила эпоксидную смолу там вот такой вот подносик идет для косметики я например это планирую себе домой забрать и буду ставить сюда крема сыворотки вот можно кстати для рабочего места сделать вот такой подносик смотрите какой милость с сухоцветами классно это я сделала это для клуба я делала снимала мастер-класс сейчас видите секретарь увидел и там и второй мастер-класса ведь я два записала новогодние игрушки то что можно будет сделать родным на подарок продажу клиентам можно будет короче это в рамках клуба я пока записывал для вас эти мастер-класс сделала себе еще палитры параллельно вот такие там просто эти формы они готовы и продаются на валберисе вот я себе заказал еще вот эти штуки просто видите сухоцветов мало положила чтобы не мешало цвета намешивать и сделала себе вот такие две палитры поэтому кто в клубе посмотрите обязательно вы по аналогу сможете себе такие же палитры сделать сухоцветиками вот ссылка на вступление в клуб есть у у меня в шапке профиля как вступить в клуб ссылка на клуб есть у меня в шапке профиля там ежемесячная подписка так ладно давайте нам нужно дизайн закончить вот этот у нас с вами в принципе готов дизайн давайте вот этот закончим здесь мы сейчас сначала отпечатаем стемпинг так класс высох высох здесь мы возьмем с вами леопард это новая пластина это вот из текущего ассортимента сейчас осень зима хороших пластина тут такой стиль и арт-деко есть и анималистичные принты есть так у кого там проблемы со стемпингом смотрите насколько быстро я работаю все должно быть приготовлено уже видите вот лак открыт пластина чистая ноготь клиента готов скрапер под рукой под правую руку понимаете все под рукой если недостаточно чистый там почистите штампик под правую руку тоже проверяю чтоб чистый был а то знаете очень часто так бывает такая беру отпечатывать а штампик грязный пока я его помыла почистила все можно начинать заново движение должны быть все очень чистые понимаете не должно быть лишних движений все буквально раз два три четыре пять эти ничего лишнего здесь обычно для типс не хватает длины и я обычно так вот еще сверху допечатала так сделала и теперь хочу выборочно видите выборка чтобы цвет был внутри без стемпинга можно разными кстати это способами последовательность сделать я вот до этого там двумя разными делала вот такой вариант мне тоже нравится так беру где тут не палочку ушную принесли я беру все и просто протираю либо можно было изначально отпечатать просто аккуратно сверху и снизу выборочно вот ну не иногда вот проще вот так просто протереть все ему сейчас здесь нарисуем еще дополнительные цвета видео кто из клуба вот можете там с девочками поделиться как вам в клубе мы в клубе очень много даем клуб ведет вот аня горяченкова это творческий партнер но она очень много семи лет вот и основные программы формирует она она мне очень много помогает прям на ней практически весь клуб вот и она там конечно в канале очень много вам всевозможных штук выкладывать дополнительных это очень сильно развивает вашу фантазию ваше умение видеть в окружающих вещах идеи для вас для дизайна для конкурсного дизайна для вдохновения очень очень классно дает техники потому как формировать компоновки и композиции потому что она сама такая же как и я художник с высшим образованием вот но еще она технический специалист очень сильный дизайнер графический сама и еще и мастер маникюра и еще и чемпионка она мне помогает вести этот клуб клуб можно сказать полностью на ней вот я снимаю постоянно творческий эфир один раз в месяц я снимаю для вас декоративно прикладное искусство прям урок полноценный большой бывает занимает несколько дней потому что вот последнюю картину я делала при помощи трафарета и объемной штукатурки это у меня заняло два дня я снимала вот картину с перьями и с патинированием золотом у меня заняло дня три я снимала вот но я такие масштабные объемные вещи снимаю и причем такие простые доступны для мастеров маникюра вот это то что потом можно перепрофилироваться либо параллельно зарабатывать как хобби и вообще все что касается декоративно прикладного искусства считаю что у многих мастеров маникюра это может получиться тем более сейчас очень модно направление интерьерная живопись там не нужны навыки художества как такового с точки зрения анатомии до видеть там животных человека да они построены все на фактурах цвете вот и там знаний живописи не нужно знать анатомии тоже не нужно знать смотрите какое классное цветовое сочетание не очень нравится берете все цвета из этой коллекции и они все в контексте друг с другом здравствуй моя девочка настя я что-то вспомнила как меня сын называет он меня пупсиком называет как ты меня называешь девочки у меня какая-то фигня меня уже за последние два месяца четыре человека зовут пупсиком это что там это почему даже мой средний сын меня теперь тоже называет пупсик сегодня мне с утра доброе утро пупсик но я понимаю почему у меня пупсиком он ждет что я ему денежки дам это он сегодня со мной договаривался как он будет деньги зарабатывать он говорит я куплю наклейки ты будешь мне за каждое сделанное дело клеить наклейки в конце мы месяца считаем эти наклейки пупсик мой и ты мне денежку заплатишь я говорю вот маленький пупсик означает счастье ой это не дети это я не знаю что за дети и все разные свой третий цвет здесь не хватает еще вот одного цвета из этой коллекции оранжевого но если бы я даже сюда еще полоску оранжевого добавил это бы не испортила композицию добавила ей какой-то такой тоже сочный интересный акцент все и здесь у нас есть классный шермикон сейчас тоже номер скажу здесь видите вот такие отбивные полосочки длинные названия которые можно использовать для пограницы господи для разграничения цвета там например я здесь бежевый золотым разграничила здесь леопард синим разграничила причем вот многие просили эти полоски помните сделать более тонкими и у нас есть прям отдельный шермикон сейчас я найду где он у меня есть прям отдельный шермикон этот шермикон со словами а есть прям только полосочки вот он смотрите кто просил более тонкую ленту она у нас есть уже в наличии это как раз в рамках вот этой осени сейчас я вам скажу номера я сейчас буду использовать номер красота в деталях здесь как раз есть эти полосочки а можно еще полосочки взять отдельно это 244 у лала вот не сюда хорошо пойдут эти полосочки но опять же чтобы полосочки мне приклеить мне что нужно сделать мне нужно избавиться от липкости сделать идеальную резиновую гладкую поверхность ровно две минуты не меньше особенно если вы планируете вот такие полоски поперек клеить это точно ровно две минуты меньше не получится вот потому что они просто начинают вот здесь на границе боковой стороны крылья поднимать вот здесь вот чтобы ничего не торчало это минимум две минуты прям даже три минуты можно сушить так пока сохнет давайте еще раз по гардеробу пройдемся и так очень классное сочетание когда мы сочетаем коричневый плюс коричневый вы берете два оттенка потемнее посветлее желательно брать либо оба теплых цвета либо два холодных цвета смотрите это очень важный момент не должно быть такого что вы берете коричневый теплый бежевый холодный и наоборот очень крутое сочетание когда мы коричневый сочетаем зеленым это офигенное сочетание не каждый на это решится но если вы решитесь это будет очень стильно и очень модно и будет освежать ваш вот такой текущий нюдовый гардероб видите достаточно купить шапочку и свитер и вы звезда вот так же мне очень понравилось сочетание когда мы конечно же вот как раз эта коллекция как пример использования синего и коричневого вот здесь пропорции должны быть 70 на 30 примерно так можно пополам на пополам можно 30 на 70 тоже отличное офигенное сочетание вот конечно же когда мы берем коричневый плюс оттенки кремовые светлые да как вот в этой коллекции здесь например на картинке представлен очень светлый оттенок можно взять оттенок чуть потемнее как в нашей коллекции если мы возьмем по понтону какие сейчас оттенки коричневого как раз вот этот пыльный бежевый это когда идет бежевый но в оттенок примешивается серый к нему и получается такой вот прям пыльный бежевый это больше цвет как раз из коллекции текущей осени 429 это вот прям один в один это то что сейчас понтон рекомендует в этой коллекции нас с вами идет оттенок чуть-чуть потеплее я его называют оттенок макс мары как раз эти он чуть-чуть потеплее но он тоже очень модный вот коричневый популярен у нас смотрите он такой вот горячая помадка видите такой чуть-чуть в зеленцу уходит и цвет коньяка коричневый такой с цветом коньяка если мы посмотрим у нас коричневый который я выбрала в коллекцию сейчас я вам покажу обе коллекции получается это то что вышло у нас с вами в сентябре такой глубокий коричневый да его нельзя назвать коньячным и вот коричневый более светлый оттенок из коллекции которую я вам сегодня презентуем он опять же нельзя сказать что-то прям такой коньячный цвет но это то что больше коллерируется с кожей рук именно что с маникюром потому что смотрите вот например мы возьмем кампейн макс мара этого прям новый это осень 2324 их текущая очень красивый бежевый да но вы должны понимать что например если я выпустила гель-лак от один в один оттенок бы сделала это не как это не для всех клиентов будет там будет единицы кому это подойдет а большая часть этот бы цвет не подошел поэтому мы всегда стараемся чуть-чуть их холодить видите поэтому можно сказать что это прям вот оттенки макс мары но они приближены больше к жизни в принципе все на этом наш сегодняшний обзор новой коллекции подошел концу я обязательно сегодня же выложу этот эфир всем хорошей что там завтра у нас с вами среда сегодня вот мне еще вебинар будет сегодня я буду про мастера маникюра рассказывать на вебе поэтому кто например еще не мастер маникюра но вы на меня например подписаны смотрите долго и все смотрите в эту сторону направление попробовать профессию мастера маникюра приходите сегодня ко мне на вебинар 19 00 по москве ссылка есть у меня в stories сейчас на регистрацию вебинар будет идти три дня он бесплатный будет интересно будет мастер-классы и конечно информационная часть все всем пока пока